Все вы знаете, что выживает тот, кто подстраивается под ситуацию. Сейчас во всем мире тяжелый финансовый кризис. Из-за пандемии, из-за других экономических проблем мир начал меняться. Например, продавцы масок заработали, а турфирмы потеряли. И то же самое происходит в парикмахерском мире. В этом видео вы узнаете, как мыслят настоящие успешные мастера и как мыслят те, кто думает, что хотят развиваться. Но на самом деле остаются ни с чем. Я Людмила Переверзева, тренер по женской стрижке в школе Диметриус. Представьте себе идеальный мир, где все мастера индустрии красоты получают поровну. Возьму всю денежную сумму за 1000 рублей. И также есть мастера. Артем, Марина, Настя, Вова, Света, Лариса, Саша и Ира. Эти мастера все ходят на работу и каждый получает одинаковую сумму по 125 рублей. Так происходит в идеальном мире. Но что бывает? Предположим, что клиент Марины узнал, что мастер Саша съездил на обучение и научился делать потрясающее окрашивание. А Марина это окрашивание делать не умеет. И тогда клиентка Марины начинает ходить к Саше. И вот именно в этот момент идеальный мир перестает быть идеальным. И это еще не самое страшное. Все это усугубляется падением рынка. Люди беднеют, сокращают свои расходы. Люди и раньше тратили деньги из-за иллюзии прекрасной жизни. Они ходили в салоны, в которые не должны были ходить. Они платили мастерам, которые того не стоили. Многие даже не считали деньги. Они думали, что будет карьерный рост, будет рост новых компаний, что их будут приглашать на новые работы, будут им больше платить и они будут больше тратить. И что мы видим сейчас? У многих карьеры закончились, рост компаний закончился. Рынок встал. И что же сейчас происходит? Рынок сузился с 1000 рублей до 800, а игроков меньше не стало. Все те же игроки. Артем, Марина, Настя, Вова, Лариса, Света, Саша и Ира. Казалось бы, в справедливом мире они должны получать по 100 рублей. Ведь мир 800. Но, как мы выяснили ранее, мир устроен совсем иначе. Вот примерно такая правда царит на самом деле. Есть два игрока. Саша и Настя. И каждый из них получает по 200 рублей. Несмотря на то, что кризис, несмотря на то, что рынок встал. А все остальные зарабатывают кто сколько? Примерно по 67 рублей. Вот так индустрия красоты и существует. Есть средние мастера, а есть мастера, которые зарабатывают много. Я бы даже сказала, что есть дно, совсем небольшое количество средних мастеров, и есть мастера, которые очень много зарабатывают. Почему так происходит? А все потому, что у них разное мышление. Давайте определим, что есть успешные мастера и есть лузеры. Саша и Настя – это успешные мастера. Остальные – лузеры. Кому-то это, возможно, не очень приятно слушать, но ведь успешные мастера тоже когда-то были лузерами. Просто они умеют не обижаться и расти дальше. С чего начинают успешные? Сейчас я вам расскажу о том, чем отличается мышление успешного мастера от мышления неуспешного мастера. И у того, и у другого есть внутренний призыв к развитию. И одни, и другие хотят развиваться, хотят учиться и хотят больше зарабатывать, как им кажется. Но как мыслят люди неграмотные, нетренированные, люди, не умеющие правильно ставить задачи? Либо люди, которые имеют маленькую зону комфорта и на самом деле не хотят развиваться. То есть у них вроде бы внутренний призыв есть, и они хотят больше зарабатывать, они хотят развиваться, но находят кучу отговорок и причин, почему именно сейчас они не могут. И вот таким образом пудрят себе мозги. Они говорят, что хотят развиваться и больше зарабатывать. И говорят вот такие слова. Нужно бы повысить квалификацию. Да, хорошо. Они хотят развиваться, они не хотят быть плохими мастерами, и говорят, да, нужно повысить квалификацию. Но возникает вопрос, для чего? Как правило, люди так далеко не мыслят. Но если у них начать расспрашивать, то они говорят, ну, для того, чтобы лучше работать. Хорошо, но тогда возникает снова вопрос, для чего нужно лучше работать? И они говорят, для того, чтобы больше нравиться клиентам. Кстати, очень часто это люди с высшим образованием. Им просто не повезло, и они родились в бедных семьях, где маленький доход. Они к нему привыкли и считают это нормой. Посмотрите сказку про Виталика на канале ДВИК. Вам очень многое станет понятно. Продолжаю спрашивать дальше. Для чего нужно нравиться клиентам? И тогда мне отвечают, для того, чтобы клиенты приходили снова и приводили новых клиентов. Хорошо, но для чего вам это нужно, спрашиваю я. И тогда они говорят, для того, чтобы зарабатывать больше. Обращаю ваше внимание, что человеческий мозг в один период времени может держать только одну мысль. Это уже пятая мыслительная комбинация. Человек уже давно забыл, с чего он начал и для чего все это ему нужно. А ведь здесь еще нет даже конца. Здесь нет никакого логического завершения. И еще только через 20 вопросов возможно выяснить, что оказывается, человеку нужна какая-то конкретная сумма. Например, 100 рублей. Через 20 вопросов только получается выяснить, какая сумма человеку нужна. Представьте, нужно бы повысить квалификацию. Когда люди так думают, зачастую они думают именно о дипломе. Потому что нет понятия повысить квалификацию. Что это такое? Это что-то непонятное и абстрактное. Повысить квалификацию. Например, изучить технику женской стрижки – это понятно. Но повысить квалификацию – непонятно. И тем не менее, вы знаете, что 80% людей, окружающие вас, именно так и думают. Если продолжить задавать вопросы дальше, то выясняется, для того, чтобы заработать 100 рублей, мастеру необходимо всего лишь пройти обучение по женской стрижке. Он никогда до этого не дойдет, если он начинается, нужно бы повысить квалификацию. Настоящий мастер всегда начинает с денег. Он точно знает, какую сумму ему нужно заработать. Потому что он понимает, что 80% проблем решаются деньгами. Настоящий мастер, успешный, который быстро развивается, он всегда четко знает, сколько ему нужно денег. Он знает, сколько зарабатывает в месяц. Он знает, сколько зарабатывает за час пребывания в салоне. Он знает пропорции, сколько зарабатывает от женской стрижки, от мужской, от окрашивания и так далее. И он знает, сколько каких клиентов у него есть. И только тогда он понимает четко свою цель – увеличить доход. Вот с чего нужно начинать. Это в любом случае вас обяжет повысить квалификацию. Или повысить квалификацию в профессиональном мастерстве. Или повысить квалификацию в искусстве коммуникации. То есть научиться правильно общаться с клиентом. А также улучшить имидж и повышать цены. Эта тема очень объемно описана в двух томах книги Дмитрия Вашешникова «Метод четырех углов». А если у вас еще нет этой книги, подписывайтесь на канал ДВИК. Там вы найдете очень много исчерпывающей информации. Теперь, когда вам все понятно, я уверена, вы сможете взять себя в руки и действовать правильно. Ставьте финансовую цель и достигайте ее. И тогда вы обязательно повысите и профессиональное мастерство, и искусство коммуникаций, и улучшится ваш имидж. И работать вам будет гораздо приятнее. Подписывайся на канал, оставляй комментарии, ставь лайк. Будь с нами, будь с Диметриусом!